Братья и сестры Братья и сестры Братья и сестры Братья и сестры читать и яснять Твое Слово, дай мудрости им, духовных и физических сил для передачи Слова Твоего. Благослови хористов наших, всех, кто будет участвовать в музыкальном служении сегодня вечером, обильно благослови и уста, и сердца, и чтобы хвала Тебе прозвучала достойно и в этом собрании. Всю Церковь нашу, всех находящихся здесь в Доме Твоем, всех, кто присоединился к этому собранию через интернет, благослови обильно и будь прославлен и возвеличен Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Первая песня, которую вы будете петь общим пением, называется «Вижу Бога каждый день». Вижу Бога каждый день Лишь глазок кровью рано утром. О, небесно-синее, прожденной на заре, сиять я чудный, всюду ты, безконечный Бог творец, безконечный Бог Отец, Бой, безконечный Бог, Слава Тебе! Слава Тебе! Ты, помендающий сердца, на земле от места, благослови! Слава Тебе! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Матфея 5 глава 41 стих И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два Христос учил людей Он ходил по земле, учил им, говорил о том, что Он есть этот Мессия О том, как должно жить, о том, что нужно поменять свою жизнь О том, что исполнилось Писание О том, что люди должны последовать за Ним Он учил Но в то же время Он не просто говорил слова Он действовал Он учил, и Он показывал жизнь Он показывал всеми своими действиями Как Он действительно любит своего Отца Что Он действительно послан от Бога Он подтверждает это Писанием И в тот же момент Он действует Мы видим, насколько сильно Он любил людей Что даже когда Он хотел отдохнуть Видя большую толпу людей Которые пришли просто Хотели даже не слушать Не просто послушать Его А хотели исцелиться У них была нужда И Он, написано, сжалился над ним Потому что Он видел Израиль, как овец, не имеющих пастыря Он сжалился над ними Он выходил и дальше их исцелял И это было действительно примером для людей Они слушали, что Он говорит И они видели, как Он действовал Они воспринимали и на слух, и своими глазами Они понимали, что это действительно тот, о ком Он говорит И многие-многие люди, они меняли свою жизнь Они следовали за Иисусом Христом Господь учил также и своих учеников Когда Он посылал их в разные места Он говорил им о том, что они должны учить Но в то же время они и действовали Когда Христос послал 70 учеников Он сказал им И исцеляйте находящихся в Нем больных Он говорит о городах, которые город воспримет Которые нет, что нужно делать И дальше Он говорит В том городе, в котором воспримут Он говорит, и исцеляйте находящихся в Нем больных И говорите им, приблизилось к вам Царство Божие Он послал их действовать и проповедовать Это было неразрывным и одно, и другое К сожалению, бывает так, что люди могут заучить тексты Люди могут знать, как красиво это подать И могут даже идти между людей Где-то в городе, не знаю, где, в разных местах Могут что-то и говорить Но знаете, если этого человека увидишь где-то со стороны Когда он не знает, что за ним наблюдают Просто многие люди, они отступают Очень много есть примеров, когда даже служителя Разные служителя Где-то в повседневной жизни Их кто-то увидел Увидел плохой пример И люди просто переставали ходить в церковь Были слабые в вере, но этот человек Стал камнем преткновения Нужно действовать Но есть люди, которые вроде бы что-то и делают Но Господь их отделяет Мы с вами читаем Сам Христос говорил своим ученикам В 25 главе о том, что наступит момент Когда все предстанут пред лицом Иисуса Христа И Он разделит Одних по левую сторону, других по правую И одним скажет Войдите в радость Господина Потому что вы делали то и то Когда я был наг, когда я имел нужду И много чего Он перечисляет И они потом говорят Ну мы же этого не делали Мы вроде бы тебя визуально Мы тебя не видели, именно тебя Он говорит Ну вы действовали так, вы жили так Вы сделали это для малого Вы сделали это для меня Войдите в радость Господина А другие скажут Ну как? Когда было такое, чтобы мы, например, тебя увидели И тебе не послужили? Возможно, мы тебя просто не видели Но так-то мы жили, хорошо? А Христос говорит Отойдите от Меня, я не знаю вас Представьте, это были те люди Которые вроде бы знали Господа Потому что Он говорит Не каждый, кто говорит Господи, Господи Он не говорил о язычниках Он говорит о тех людях Которые знали, возможно, Господа Но Он говорит Вы не действовали Вы не делали Ваша вера, она была пуста Она просто была на словах Мы знаем с вами, что Господь учил Что многие люди Они являлись лицемерами Особенно фарисеи В Писании уже фарисеи Это как синоним Слову лицемер И Господь говорил о том, что Они действуют Не так, как должно Они говорят одно Учат других людей Что нужно поступать По определенным заповедям Нужно поступать По каким-то предписаниям Потому что фарисеи Это секта Ну, первое время Это была религиозная группа Которая образовалась Еще в 4 веке До Рождества Иисуса Христа За царя Ездры Они организовались В тот же момент В тот же время Когда и саддуки И греки Которые вникали в учения Но сначала это были Религиозные люди Это было религиозное учение Но со временем Эти люди просто стали Политическим учением Это стало сектой Люди начали вроде бы нормально Они отделились Вообще слово фарисей Переводится как отделенный Они отделились Потому что они считали Что люди не живут по Писанию Они отделились для того Чтобы начать жить правильно Но прошло время И Христос их уже называет Лицемерами И мы знаем Читая Евангелие Мы видим, что люди Их уже не интересовало Слово Божье Их больше интересовал Политический вопрос Кто, где, как, кому Вот что им было интересно Очень жаль Но и священники Вставали наряду с ними Потому что священники Были призваны Мы читаем В Старом Завете Как цари просто посылали Левитов по всем землям После того, как было Падение Израиля Как они забывали Бога Посылали по всем землям Для того, чтобы учили людей Людей нужно было учить И вот священники И книжники Это были те люди Которые исследовали Писание Это были те люди Которые должны были учить Остальных Но их жизнь Она не показывала примера И Господь говорит Есть многие люди Которые даже в синагогах Они показывают Какие они молодцы Не дают какую-то милостыню Они, когда постятся Делают такое лицо Чтобы все видели Вот этот праведник Он так вот сильно Он постится Вот он Как он хорошо молится Стоят на углах домов Чтобы только вот Показать Он говорит Они уже получили Свою награду Здесь от людей Но это не те Это не те действия Которые должен делать христианин Он говорит Они также приносят Десятины С мяты Аниса И тмина С разных трав То есть Ну это было не сложно Сделать С травы Просто принести Но Христос говорит Но они забыли Важнейшее в законе Суд Милость И веру И дальше он говорит Нужно было делать И одно и другое И десятины давать Но и проявлять Вот эти вот качества Судить людей честно Не за деньги Как это делается Много раз мы читаем В Писании Когда кому-то Или письмо принесли Кому-то что-то заплатили И людей осуждали Находили пару Лже-свидетелей И так же самым был осужден И Иисус Христос И Павел И Стефан Находились лже-свидетели Он говорит Они должны проявлять Вот этот суд Должны проявлять Милость И веру Вот как нужно жить Чтобы не стать Камнем преткновения Должны быть Настоящие дела Возвращаемся К нашему поприщу Давайте еще раз Прочитаем И Христос говорит И кто принудит тебя Идти с ним Одно поприще Иди с ним два Это учение Иисуса Христа Что такое поприще Поприще Это расстояние Приблизительно милю И в то время Мы знаем Что Израиль Был под римским игом Римская империя Она завладела Огромным количеством Территорий Современных Разных государств Очень много земли Было под ними И они ходили Завоевывали И все больше Больше И больше И у них уже были И колонии свои И просто Народы Которые платили им дань И вот они Ходили Тогда не было Еще самолетов Машины И так дальше И они ходили пешком Кто был побогаче У тех были колесницы И они проходили Через эти земли Идя в другие страны Чтобы их завоевывать Или просто приходили Наводить порядки Где были уже беспорядки Где люди опять начинали Бунтовать против них И вот эти люди Эти солдаты Они не были домом Возможно по несколько лет Возможно и больше Естественно Они носили с собой Большие тяжести И вот когда Они ходили Это было тяжело Все время Тащить за собой Всю эту тяжесть И римский император Издал указ такой О поприще Что если они Находятся на территории Определенного населенного пункта Где уже есть Их завоеванные земли Где есть люди Они могут кого-нибудь Поймать И сказать Неси мои вещи И это был закон такой И кого они поймали Тот человек не мог отвертеться Написано Кто принудит тебя То же слово Употребляется В том тексте Где Симон Кирианин шел И солдаты поймали его И принудили нести Перекладину для Христа Иисуса Христа И вот Они должны были нести И представьте Христос говорит Это евреям Евреи это все знали И получается Пару моментов Во-первых Римляне язычники И евреи с язычниками Не сообщаются Их не касаются Потому что Если ты коснешься Это надо идти Потом до вечера омываться Чтобы потом опять очиститься Это один момент Второй момент Это то что Ну евреи Не особо сильно любили трудиться А тут тебе надо нести Целой тяжести Полтора километра Ну и третий момент Что все таки Римляне это завоеватели Они их не любили И когда Шли римляне Через их земли Евреи обычно Старались где-то убежать Знали Ой идут солдаты И старались где-то Спрятаться Чтобы их не нашли Чтобы не заставили Нести эти вещи И вот Христос говорит Если тебя поймали И принуждают тебя Идти с ним Одно поприще Нести вот эти его тяжести Иди с ним два Представим такую картину Христиане К которым Люди К которым обращался Иисус Христос Которые оставали христианами Он их учил как жить И вот Христиане Его поймал римлян И ты идешь с ним Это поприще Господь учил Что нужно проповедовать Говорить о том Что приблизилось Царство Небесное Ну и представьте Идет христианин Несет эти тяжести И начинает проповедовать Вы знаете Ну римлян посмотрит Ну или ему скучно Или не знаю Хочет как-то отвертеться Ну такая себе ситуация А представьте себе Что этот человек Прошел полтора километра И вместо того Чтобы сбросить эту ношу И убежать Он несет дальше Еще одно поприще Еще вот это большое расстояние И уже здесь он проповедует Тогда вот этот человек Он задумается А почему он так делает Он по закону все Он исполнил свою миссию Он может идти Почему он это делает А вот вам сразу и дела И тогда ты можешь и проповедовать И тогда это будет восприниматься Не просто как пустые слова А люди будут видеть наши дела Вот так Христос учил Что должны Так должны жить Христиане Так должны жить мы с вами Даже когда нам возможно Что-то неприятно Мы должны это делать Для того чтобы показывать Любовь Божию Через наши дела В нашей жизни Чтобы в нас был виден Иисус Христос Чтобы люди задумались Почему он это делает И тогда они сами будут Открыты их и уши И сердца Для слушания Слова Божьего Мы все с вами Знаем историю О крестовых походах И вот были крестовые походы Которые хотели освободить Или Иерусалим Или гроб Господень Или забрать у мусульман Золотые вещи из храма И так дальше Ну много было причин Но эти люди Почему называется Христовый поход Эти люди Они шли вот с крестом И говорили о том Что вот они Верующие люди Они идут освобождать Святыню Господню Это не то что те язычники Мусульмане И вот эти люди Читая историю Мы находим Что они шли И они шли Многие были без денег И они просто По тем селениям Даже по их селениям Потому что на то время Уже все страны Они были как бы христианскими Чисто религия была такая И вот они шли Даже по этим христианам И грабили Обижали Насиловали Делали страшные вещи А во втором крестовом походе Был такой папа Евгений Третий Который сказал Всем воинам Вы знаете Вот кто идет В крестовый поход Все грехи ваши Наперед прощаются И многие люди Вот эти солдаты Обрадовались Можно делать все что хочешь Папа сказал Что все грехи прощаются И представьте Эти люди Неся название Христианства Неся с собой крест Идя для того Чтобы освободить Иерусалим От язычников Они делали страшные вещи В разных землях И представьте После этого Как живым Истинным христианам Можно проповедовать На той земле Если он придет И скажет Ну Бог тебя любит Вот Царство небесное близко Ты прими Христа В свое сердце Он скажет Кто ты Вот были уже ваши христиане Что они творили Как проповедовать Вы знаете Слова там Были просто Бездействованы Только своей жизнью Ежедневно Показывая людям То что Действительно Христос живет В нашем сердце Мы можем Менять Жизнь людей И нам нужно Так делать В истории Первых христиан Очень много Описывается Таких примеров Когда Люди просто делали Ну то что даже Ну тяжело даже Представить Я часто слушаю Аудио книги И там вот есть Описываются Документальные истории Из жизни христиан Что делали люди Это просто Даже страшно подумать Насколько они были Верны Иисусу Христу Как страшно Над ними издевались Но они были верными И из-за этих поступков Принимали Христа В свое сердце И солдаты И разные люди Которые просто Видели это все Просто дела Даже не слова Хотя мы должны Проповедовать Мы должны учить Но мы должны действовать Петр пишет о том Что своими делами Добрыми делами Это есть воля Божья такая Чтоб добрыми делами Мы закрывали рот Безумцам И их невежеству Тем людям Которые не знают О чем говорят Тем которые могут Каждую секунду С вами поспорить Что-то вам Начинать доказывать Что я знаю Я вас христиан Я знаю того И так дальше И другого Только делая добрые дела Мы можем закрыть Им рот Так говорит Писание Так написано В книге 1 Петра Но мы понимаем Необходимо говорить И Павел Он говорил К Тимофею Что ты Проповедуй Проповедуй слово Говори вот это Вовремя И не вовремя Во все время Говори Напоминай Обличай Ты должен это делать И мы должны это делать Но В то же время Мы также должны Следить за собой Чтобы не стать Камнем преткновения Чтобы не было причины Повесить нам Этот мельничный жерно На шею И бросить в озеро Второе Коринфянам В третьей главе Павел пишет Церкви Он говорит Что вот Вы наше письмо Вы наше письмо Вот все Что мы делали У вас Вы наше письмо Вас люди читают Он не сказал Что ваши слова То как вы говорите Он говорит Вы Полностью все Это слова Это мысли Дела Все это Есть письмо И мы с вами Есть этим письмом Люди читают Нас Какие мы есть Вы знаете Очень много Примеров И Один из примеров Тоже Там слушал Как Один римский полк Это был Сильный Можно сказать Нашими словами Спецназ Они завоевывали Целые города И вот Однажды Их Позвал император Чтобы Поблагодарить Вот за эту Работу Такую проделанную Их Весь этот полк Позвали Но случилось так Что во время Вот этих всех путешествий Весь полк Как один Принял Иисуса Христа И когда они Пришли домой Это был Большой пир Им нужно было Прославить императора Император в то время Был Как бог Стояла статуя Монумент императора И нужно было просто Кто держит чашу с вином Чуть-чуть вылить На эту статую Это будет поклонение Что я превозношу тебя И никто из этих Салтан не сделал Естественно Все пришли Что вы Что вы такое делаете Как вы можете Нашему богу Императору Любимому не поклониться Люди сказали Мы поклоняемся Только живому Христу Им сказали Если вы это не сделаете Сейчас всех вас Здесь убьют И весь этот полк Тех Которые сделали Очень много Для Римской империи Не поклонился Перед императором И всех Их обезглавили Вот такие примеры Люди были готовы Делать Огромные вещи А часто Мы в своей жизни Мы даже Что-то по мелочи Бывает Не сильно Хотим это сделать Нам нужно Помнить о том Что Первым Это то Что Господь Всегда смотрит На нас Что Он Всегда смотрит За нами Чтобы мы не думали Что мы в своей Тайной комнате Что хотим Это делаем Он смотрит За нами А во-вторых То что мы Письмо Которое читают Люди Возможно Мы даже Этого не подозреваем Но А вдруг В магазине Нас кто-то увидел А мы поступили Неправильно Вдруг где-то В городе Или на работе Мы что-то сделали Неправильно А человек Просто посмотрел И он знает Что ты христианин И мы можем Стать камнем Преткновения Для них Вы знаете Я Здесь столкнулся С такой ситуацией Что когда Я работал Первое время С украинцами Неверующие люди И вот Естественно Мне же надо Им благовествовать И я начинаю Что-то им говорить Они А знаешь Я знаю Вот того-то Он такие вещи Здесь сделал В сакраменто Что ой Ты мне лучше Не рассказывай Я еще что-то Пытаюсь сказать Ой А я знаю того И знаете Каждый раз Что бы я ни сказал На каждую ситуацию Находились люди Которых Они вроде бы знают И что делали неправильно Так что Вы христиане Все одинаковые Вы все молчите И я просто понял Что ну Что тут делать Я уже пробовал Разные ситуации И один день Я просто решил Думаю Все Целый день Буду молчать И я целый день Молчал Они что-то там Что-то говорили Я просто молчал И получилось так Что мы работали В Воровеле Ехать надо час И я всех Вез в своей машине И я еду Всю другое И молчу Они уже не выдержали Ну что ж ты молчишь Ты же проповедник Проповедуй нам Я говорю Ну то что ж тебе Проповедовать Если ты не хочешь слушать Как Ты что хочешь Чтобы мы в ад попали Я говорю Я нет Ты да Как я Я говорю Ну вот так Вот каждый день Своими словами Делами Я вижу Что ты просто Туда направляешься И вы знаете Прошло время И действительно Я вижу Что люди чуть поменялись А слова не помогали Поэтому мы должны Мы должны жить По Писанию Для того чтобы Быть инструментами В руках Божьих И Вы знаете Просто Вот это В людях заложен Такой момент Что не всегда Воспринимают На слух Не всегда Слушают Слов Мы даже знаем Израильский народ Не слушал Бога Не просто Какого-то проповедника Не слушал Бога Когда Бог посылал Своих Пророков Когда Бог посылал Людей Божьих Для того чтобы Они увещевали Народ Просто не слушал Не воспринимал И только Когда Господь Один раз Когда Господь Заговорил уже Человеческим голосом К ним Когда Были Гром Молния На горе Был дым От огромнейшего огня Они испугались Это единственный раз Они испугались Сказали Моисей Говори ты с ним И знаете Прошло время Они опять успокоились Потому что слова Не действуют И только когда Господь посылал На них наказание Когда они видели Эти действия И когда потом Бог давал Изволение От этих проблем Когда помогал им Делал чудеса с ними Они понимали Что действительно Есть живой Бог Поэтому дела Очень важной для нас И мое желание Чтобы все мы были Не только Слушателями слова Божия Но и исполнители Чтобы мы не только Говорили Хоть это очень важно И мы должны Это делать постоянно Но в то же время Чтобы мы и жили По Писанию Чтобы мы были Инструментами В руках Божьих Пускай нас благословит Господь А Ему пускай За все будет Вечная слава Аминь Давайте помолимся Песня Великую любовь В том, что он Дарует всем спасение Иисусе дом и вновь Пусть его любовь Всем наполнение И дарует всем покой Андрей снова Слава Ждает И ведет Прекрасный Божий Добротой Пусть душа Хвою Поет И славе Иисусе Господа Ему Вечному Отцу И Сыну Пусть Звучит Аллилуйя Его имя Выше всех Имя На небе И здесь По земле Иисусу Слава Иисусу Слава Расслабляйте Его всем Аллилуйя 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 Богу Хвала Пусть Аллилуйя Пусть 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 Иисуса Господа Ему Вечному Отцу И Сыну Пусть Звучит Аллилуйя Его имя Выше всех Имя На небе И здесь На небе Иисусу Слава Иисусу Слава Расслабляйте Его Всех Аллилуйя 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 Богу Хвала Охвала Аллилуйя 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 Радостное Песня Спас Пусть Богу Славь Великую Любовь В том Что Он Дарует Всем Спасение Иисус Земном Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бог нас очень сильно любит, для спасения Сына дам, и чтоб мы обогатились ради нас от нищих слав. Бог нас очень сильно любит, для спасения Сына дам, и чтоб мы обогатились ради нас от нищих слав. А счастье без Бога, чтоб горсть и вода, о грешнике с Богом не спорьте, покоя душа не найдет никогда, веселье и явство в комфорте. Бог нас очень сильно любит, для спасения Сына дам, и чтоб мы обогатились ради нас от нищих слав. Бог нас очень сильно любит, для спасения Сына дам, и чтоб мы обогатились ради нас от нищих слав. Сегодня возможность для каждого есть, мир с Богом найти и укрочить, Пусть смех нет людского числа, для спасения Сына дам, и чтоб мы обогатились ради нас от нищих слав. Бог нас очень сильно любит, для спасения Сына дам, и чтоб мы обогатились ради нас от нищих слав. Дамы и братья и сестры, слава Богу нашему, Иисусу Христу, за то, чтобы мы обогатились, он нищим стал. Продолжая это собрание, мы еще все вместе будем петь «Я в руках держу снежинку», и во время этого общего пения мы также будем участвовать в сборе пожертвований на нужды по местной церкви, и сейчас приглашаю всех вас к молитве. Боже наш, поклоняемся Тебе еще раз, прославляем Твое славно, чудесное имя, имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, за то, что Ты сошел в этот мир для того, чтобы стать нищим, но чтобы нас обогатить, чтобы Ты, Господи, был нашим Царем, нашим Спасителем и нашим Господом. Благослови, чтобы всегда мы могли жить так, чтобы прославлять Тебя, чтобы угождать Тебе, чтобы благодарить Тебя, чтобы и дальше, видя Твою милость, помощь и заботу о нас во всем, жить по воле Твоей, по слову Твоему благослови, сейчас это материальное служение, сбор пожертвований на нужды по местной церкви, все это будет для пользы по местной церкви, для Твоей славы. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Я в руках держу снежинку и от рук тепла, Дай, Димка, дай, Димка, хоть красивая была. Пусть скорее лёд растает, лёд греха и пустоты, Пусть душа красивей станет, Чище станем я и ты, Чище станем я и ты. Пусть берёт нас нежно в руки, Как снежинки мы, Тает горе сердца муки От тепла его руки. Пусть скорее лёд растает, Лёд греха и пустоты, Пусть душа красивей станет, Чище станем я и ты, Чище станем я и ты. Улетают, улетают, Как снежинки сни, К нам, наверное, Возвратятся вечности и они. Пусть скорее лёд растает, Лёд греха и пустоты, Пусть душа красивей станет, Чище станем я и ты, Чище станем я и ты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он пришел на землю к нам с небес, Он открыл надеюсь в страну чудес Он родился чтоб спасти меня Ему очень благодарна я Ты мой самый-самый лучший друг Вижу я тебя во всём врагу Хоть совсем мне ещё мало лет Но всегда меня счастливы нет Для тебя сердечко пьёт соломер Для тебя живу я на земле Даже тот мой улыбский свет Подарю тебе основы мне О Иисус, всё только для тебя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этот день воскресный Вспомним Рождество Как пришёл Спаситель В этот мир давно Чтобы каждый грешник Малый и большой Примирился с Богом Веря в вести той И опять мы скажем Радости слова И споём мы стройня Господа хваля Пожелаем в новом Счастья и добра И прославим Бога Вечного царя Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пожалуйста, подходите сюда И please welcome here It's your time to share God's word Shalom Well, some of you know Shalom is used to say hello and to say goodbye Because shalom means peace And I greet you this evening with the shalom, the peace in the Messiah, Jesus And I want to welcome you to this evening with the shalom, the peace in the Messiah, Jesus Christ Меня зовут Эфраим Голдштайн Это более-менее все, что я знаю по-русски I am privileged and honored to be here with you this evening My wife Jeannie is here with me We have been traveling together for the last three weeks And as Pastor Valery said I am a pastor in the city of Naharia in Israel И как уже Пастор Валерий упомянул Я являюсь пастором в Израиле, в городе Нахария And if you ask, how did I come to be with you tonight И если вы задаетесь вопросом, как я сюда попал, что я здесь делаю It's because I am a good friend And I have ministered much with Pastor Valery's brother, Геннади Это потому что я вместе принимал участие в служении с братом, пастором Валерием Геннади И вместе с пастором Геннадием мы также путешествовали вместе по Беларуси Где он является руководителем служения евреям And I've preached with him in the congregation in Minsk and in Bobruysk Вместе с ним я проповедовал в собраниях в Минске и Бобруйске And Mislava Mislava И еще в каком-то месте And last year, this time, Gennady and I were in Dnepr And we were in Tbilisi together And last summer I was preaching in Moldova Прошлым летом я также проповедовал в Молдове So I feel very comfortable here with you tonight in Sacramento Поэтому мне здесь, в принципе, довольно-таки я чувствую себя удобно здесь с вами в Сакраменто Сам я родом из Нью-Йорка Я там родился, моя жена из Лос-Анджелеса По идее, мы должны были встретиться где-то в районе Канзас-Сити То есть в центре между этими двумя городами Но вместо этого мы познакомились в Лос-Анджелесе, где я изучал, учился в семинарии Но вместе с ней мы проповедуем слово для еврейскому народу На протяжении 11 лет мы служили здесь, в Северной Калифорнии и в Сан-Франциско И даже, возможно, кто-то из вас здесь есть, кто знает нас, наши друзья Но дом наш в Израиле, наше собрание в Израиле И наше сердце в Израиле Потому что Господь возвал к своим людям, к еврейскому народу, там в Израиле И Господь не только меня и мою супругу и моих двух детей призвал туда поехать в Израиль Но он также призвал и проповедовать слово нашему народу в Израиле Много лет мы жили в Тель-Авиве А пять лет назад мы переехали в более маленький город Нахария И в этом городе Нахария живут евреи Также много арабов И много иммигрантов из бывшего Советского Союза И поэтому, опять-таки, я себя чувствую довольно-таки, как у себя дома На самом деле, я даже удивлен и впечатлен Что здесь ваше собрание прямо как Организация Объединенных Наций Здесь есть представители и Латвии, и Белоруссии, и Украины Все вместе поклоняются Господу Прямо как ООН Но вы все делаете это на русском Это прекрасно И когда я путешествовал по Латвии, по Белоруссии, по Украине Все говорят, нет, я не белорус, я украинец Но здесь мы все вместе и все поклоняемся вместе И поклонение хора, и музыка, и детское поклонение Приносит радость сердцу моему Потому что, к сожалению, в американских церквях Нет такого, значит, насыщенной музыкальной программы Спасибо Может быть, на гитаре сыграют Пару песен споют Скажут Аллилуйя Но именно вот такое вот поклонение Приносит наслаждение и радость Нашему Господу, Иисусу Христу И я буду надолго-долго помнить это Даже вот когда буду уже возвращаться В среду назад в Израиль со своей супругой Я немножко поделюсь с вами о том, где мы живем И чем мы занимаемся в нашем служении Мы живем на расстоянии 6 миль или 11 километров От границы с Ливаном И согласно государству Израиль Мы живем в военной зоне И, значит, есть террористическая организация Хезбалла У которой есть оружие Они пытаются уничтожить нас Где-то около 100 километров от нас происходит война в Сирии И в последнее время русские военные самолеты Недалеко от наших границ летают Не самое лучшее время в Израильской земле Как говорил Иисус в Матфея 24 главе Будут войны Но мы, я со своей супругой Джинни И также другие там находимся И мы любим Иисуса Христа Мы находимся там, чтобы говорить евреям И арабам, и иммигрантам Что Иисус есть Господь И тот, который заботится об Израиле, он не приткнется И мы нуждаемся в ваших молитвах В эти нелегкие времена И я хочу попросить вас, чтобы вы не забывали молиться о нас Мы работаем с миссией, которая называется Избранный народ И после окончания служения Там на выходе будет стол У нас будут брошюры Мы просим, чтобы вы подошли, взяли И, возможно, оставили ваше имя Или даже имейл-адрес Что вы могли делиться с вами о наших нуждах А также о молитвенных просьбах И, может быть, некоторые из вас, кто не читают на английском языке В имейл Но моя невестка из Латвии И она сможет перевести Те, кто не понимает по-английски На русский язык И даже, возможно, на латышский Мы пытаемся принести Слово Господне еврейскому народу И как еврей, который поверил в Иисуса Христа Я нахожу свое воодушевление или свой пример в апостоле Павле И в первой главе послания к римлянам Павел пишет Раб Иисуса Христа Призванный апостол Избранный к благовестию Божию И я нахожу вот это вот призвание в моей жизни И в призвании других людей Служить еврейскому народу Павел представляет себя Новым людям в городе Риме И он говорит им Я раб И нет ничего более низкого или унизительного Чем быть рабом И на иврите это переводится как Раб Божий И единственная задача раба Это служить своему Господину И он говорит Я избран к благовестию и к своему Господу Иисусу Христу И первый вопрос, который я хочу перед вами представить сегодня Являемся ли мы с вами рабами Иисуса Христа И в каком возрасте вы становитесь рабом Вы можете стать рабом маленьким еще в детском возрасте Или же вы можете получить это призвание уже в возрасте Но мы должны себя найти как рабами Иисуса Христа Служа Иисусу Христу И он, Павел, говорит здесь, что он Избранный к благовестию К благовестию Божию Благовестие это есть благая весть Благая весть о том, что Иисус Христос пришел, Он умер и воскресил За наши грехи Это не закончилось, не завершилось, когда народ возопил Христос воскрес Это еще не окончено, пока Он не вернется И в этом и есть благая весть И сейчас в Америке много людей недовольны Многие люди находятся в страхе Они не знают, что произойдет с новым президентом Дональдом Трампом Но наша надежда не в президенте Независимо от того, это Дональд Трамп или Владимир Путин Мы пережили президентство два президентских срока Барака Обамы Это должно давать нам веру в Бога Наша надежда и благая весть в том, что мы надеемся на Иисуса Христа И это и есть тот месседж или то послание, которое мы призваны проповедовать Куда бы нас ни поставил, ни поместил Господь Я заметил, что в этом районе много мексиканских ресторанов Я не знаю, есть ли здесь где-то какой-то украинский ресторан, где можно пирожки купить Или же, возможно, тарелку борща И поэтому моя надежда в том, что вы проповедуете благую весть вашим мексиканским соседям Это называется служить Господу Иисусу Христу Я считаю, что у Господа есть чувство юмора и улыбка Что здесь, именно в центре мексиканского комьюнити Есть такое большое многославян Они смотрят на вашу еду или на нашу еду Смотрят и думают, как можно такое кушать А вы смотрите на их еду и думаете, как можно такое острое есть, что волосы, возможно, дыбом стоят Но это и есть наше миссионерское поле Таким же образом, как мое миссионерское поле в Нахарии и в Израиле И стих, на котором я хочу сконцентрировать наше внимание на этот вечер Это стих 16 из первой главы Римлянам Ибо я не стыжусь благовествования Христова Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему Во-первых, Иудею, потом и Эллину И Павел говорит, я не стыжусь благовествованию Почему он начинает именно с этих слов, что он не стыдится? Для чего он говорит нам, не стыдитесь благовествования? Христианин знает, что нет ничего постыдного в любви Христовой Также и Павел говорит нам, что я не стыжусь И он также и нам говорит, что и вы не стыдитесь Но почему нам стыдиться чего? Почему мы должны держать в себе истину, что Иисус есть Господь? Живя в Калифорнии многие годы Не так много на самом деле есть христиан между здесь, этим местом и Сан-Франциско Я довольно-таки долгое время проводил свою проповедуя на университетских университетах И в колледжах, таких как Юси Дэвис, Хейворд Государственный университет Сан-Франциско Беркли И то, что там они не хотят слышать, это об Иисусе Христе И если вы являетесь христианином и учитесь где-то в одних из этих учебных заведений Никто не хочет вам оказывать уважение, никто не хочет вас слушать Работаете ли вы там или же являетесь студентом в одних из этих мест Вы довольно быстро понимаете, что вам надо молчать о Благой Вести Потому что люди там не хотят это слышать И мы таким образом начинаем стыдиться Мы начинаем стыдиться, что если наши сокурсники или сотрудники по работе узнают, что мы верующие Что они могут подумать, что мы не являемся серьезными, что мы какие-то непрофессионалы И поэтому мы начинаем быть молчим И мы начинаем стыдиться Но Павел говорит здесь, не стыдитесь благовестования Христова Почему? Потому что благовестование — это сила Господня Что самое сильное или мощное, что мы знаем во всей Вселенной? Возможно электрический ток Может быть ядерная какая-то сила Но ничто из этого не является силой Божьей Мы видим проявление силы Божьей в бытие Который говорит, что Господь проговорил И был свет И когда Господь проговорил, стал день Только лишь силой Своего Слова Вселенная была создана Вот в чем сила Есть в Америке прекрасная евангельская песня Есть сила в крови Сила в крови Христа И сила Господня — это сила спасения Бог использует свою силу для создания И он использует ее через Иисуса Христа, чтобы принести спасение Сила Господня — это сила для спасения Люди берут силу какую-то И используют ее для каких-то неправильных вещей Для злых вещей Но сила Господня — это для спасения Новая жизнь в Христе Иисусе Слава Богу Вот сила Господня в чем Вот сила, которую мы несем, которую мы представляем И почему, с какой стати мы должны стыдиться ее И следующий раз, когда мы встречаем кого-то, кто не хочет слушать об Иисусе Христе Или же мы не так быстро с ними делимся этой благой вестью Мы должны всегда помнить, что сила, которую мы имеем — это Слово Иисуса Христа И мы должны помнить, что Библия является книгой жизни Вот о чем мы не должны забывать Но Павел также дальше продолжает, дает нам дальше некоторый важный совет И он говорит, что эта сила Евангелия, она распространяется Павел как бы предвидел, что Евангелие будет распространяться в Европу и дальше, в другие страны И Евангелие, которое он проповедовал в Коринфе и в Филиппах И в Ефесах То Евангелие, которое он проповедовал, оно распространялось на славянские народы Оно распространилось в Индию И Евангелие продолжает распространяться дальше, достигать все больше и больше народов Когда Иисус сказал, что Евангелие достигнет до самого края земли Я думаю, что он говорил, мне кажется, что он говорил о Калифорнии Вы должны как бы понимать, откуда, с какого места он проповедовал И здесь довольно-таки это далеко от Иерусалима Но что Павел говорит, что Евангелие, оно, во-первых, Иудею, а потом дальше и другим народам И поэтому мы так должны понимать, когда он говорит, что, во-первых, Иудеям Оно было в начале Иудеям и также и продолжается сейчас для Иудеям Потому что в Евангелии от Матфея, в 23 главе Иисус говорит Я не вернусь, пока меня не позовут И некоторые люди говорят, что Бог уже завершил свою работу с иудейским народом Но это не только неправда, это ужасное учение Потому что Бог дал обет Аврааму, Исааку и Якову Также Давиду и всем проповедникам Что его любовь к Иудеям будет вечно И что Мессия придет из иудейского народа И что в один момент Иудеи вернутся в свою землю, в землю Израиля И что Мессия вернется, возвратится к своему народу в Израиле И иудейский народ со всех концов земли возвращаются в Израиль На сегодняшний день в Израиле живет полтора миллиона евреев, которые приехали из стран бывшего Советского Союза Более двух миллионов евреев приехали в Израиль из арабских стран, Марокко, Ирак, другие страны Вместе на улицах говорят на еврите, на древнем языке Мы поем псалмы и молимся и прославляем Господа Но сердце мое находится Что в Израиле есть одно имя, которое не проповедуется, это имя Мессии Иешуа И моя жена и я Также мои сыновья Сотрудники миссии «Избранный народ» И также многие другие евреи, которые любят Иисуса Христа Мы пытаемся проповедовать Евангелие нашему народу день и ночь Но есть свет Люди приходят и веруют Но этот труд тяжелый и кропотливый и медленный, как будто бы мы семя за семя сеем Это не такой труд, когда мы идем в поле и тысячи и тысячи семян сеем, разбрасываем Это как будто мы садим одно дерево И мы заботимся об этом дереве И надеемся, что оно взрастит плоды И вот каким образом сейчас мы проповедуем на данный момент в Израиле Слово Божье И вот почему мы нуждаемся в ваших молитвах, когда мы делаем этот труд Когда мы делимся Словом Господнем с егейским народом И я знаю по опыту труда своего здесь, в Северной Калифорнии Что также в этом районе живут сотни евреев-выходцев из бывшего Советского Союза Возможно, даже у вас кто-то есть знакомые или друзья Или сотрудники, с которыми вы вместе работаете И у вас, получается, также есть шанс и возможность проповедовать Евангелие еврейскому народу И вы можете спросить их или задать им вопрос, который я задавал сотням людей Как вы считаете, кем является Иисус Христос? И вы слушаете, что они вам скажут И вы тогда даете им истину Работа или труд для нас в Израиле Так же, как и для вас здесь, в Норс Хайланд Евангелие, во-первых, было для иудеев И продолжает быть для иудеев И так же Евангелие распространяется и для язычников Это наша задача И я подумал себе, не было бы прекрасно Если бы славянские христиане и славяне проповедовали мексиканцам, которые католики Это ваша миссия Это куда поместил вас Господь У каждого из нас есть, на самом деле, какая-то миссия или какое-то служение И я молюсь, чтобы Господь дал вам необходимые инструменты Или подготовил вас к той миссии, которую Он вас призвал И одна миссия или одно служение, которое каждого из нас, всех нас призвал Господь Это быть рабами Иисуса Христа Призванными или избранными к благовестию Не стыдиться Слова Его И давая или делясь другими людьми о том, что Слово Божье — это сила Господа К спасению Иудею И язычнику Пусть Господь благословит вас в этом труде Пусть Господь благословит ваше собрание Вашего пастора И всех вас, которые несут служение в вашем собрании И пусть прекрасный звук вашего хора благословит людей в Калифорнии Поверьте, они не слышали такого Евангелия еще до сих пор Это новый день И Господь с нами Эммануил Господь с нами Доблагословит вас Господь Даст вам силу И, пожалуйста, не забывайте молиться о нас Как мы будем дальше нести служение проповедовать иудеям, и арабам, и иммигрантам там, в Нахарии Господь благословит вас Господь Слава Богу Давайте помолимся Братья и мои сестры, еще на несколько минут мы присядем, пока будет совершаться сбор в отделах милосердия Мы еще озвучим некоторые нужды Мы выслушали отчет, это за год, брат Олег, да? За три месяца Мне показалось, что за год столько много нужд Все-таки, наверное, нам проще воспринимать, когда это у нас Мы уже привыкли так, это ведь пауэрпоинт на экране Вот, а так цифры, они как-то вот нам сложно их все запоминать Но благо, что наше собрание записывается Поэтому, если кого-то что-то интересует, хотите посмотреть, послушать, что-то пропустили Думаю, что в записи посмотрите, послушаете Может, несколько раз даже Отдел милосердия, значит, оказывается, не записываются отчеты Потому что есть некоторые опасности, видимо, где-то там Кое-кто может следить, смотреть за тем, что Так что, если есть какая-то информация, точнее, если есть какие-то вопросы Подходите к брату Олегу, я думаю, он ответит вам на любые вопросы ваши Пусть Бог благословит Ну, о собраниях Следующее собрание по местной церкви, если Господь позволит Будет четверг и тема служения, молитва о нашем городе Сакраменто О штате Калифорнии, о стране Америки Так что будем молиться особо в предстоящий четверг Вот о нас с вами, о нашей стране, городе, штате О новом руководстве нашей страны О том, чтобы Бог благословил нашу дальнейшую жизнь здесь Чтобы все устроил, смотрел к нашему благу В следующее воскресенье у нас будет два собрания В 10 и в 6, но на утреннем собрании будет членское собрание Годовое отчетно-выборное собрание, друзья Поэтому всем добро пожаловать в следующее воскресенье Также всем членам по местной церкви На отчетно-выборное ежегодное собрание Сразу вот сегодня, после окончания собрания Вот есть хорошая новость для тех, кто не успел Приобрести пирожков или вареников или чего-то еще Вот брат говорил, гость, что в нашем районе Здесь он не увидел славянских магазинчиков Там, где что-то продают, где-то что-то готовят Но хочу сказать, что прямо в нашей церкви Сегодня, после собрания, вот еще остались Пишут вот записку сестры Пельмени, вареники, плов Кто желает, может приобрести после вечернего собрания Так что добро пожаловать, зайдите И гость тоже может пойти попробовать Там вот в холле нашем после собрания Можно приобрести это будет Тоже хочу сказать, что те из вас, братья и сестры Кто не взял после утреннего собрания Под тем или другим причином ваши отчеты О пожертвованиях за прошлый год тоже не забудьте Пожалуйста, вот пройдите туда, в большой зал молодежного комплекса И там возьмете ваши отчеты о пожертвованиях за прошедший год Молодежное общение будет через полчаса в 8.45 Поэтому для молодежи тоже, пожалуйста, информация не забудьте Завтра изучение Библии в молодежный разбор И в старшей группе, полагаю, все по плану Поэтому, пожалуйста, дорогая молодежь, приходите Будет начинаться новая книга изучаться Поэтому добро пожаловать, как и в старшую группу также И еще раз напоминаю о том, что продолжается набор в группы По подготовке к крещению Если вы, братья и сестры, покаялись искренне перед Богом Приняли серьезное решение заключить завет с ним Хотите жить дальше с Богом и только с ним Если вам около 16 или старше вы В любом возрасте старше Пожалуйста, если вы хотите заключить завет с ним Нужно вам вначале пройти классы по подготовке к крещению Подойдите к брату нашему Валерию Вода или ко мне Мы скажем, что делать дальше Поэтому тоже сделайте это как можно быстрее Так что мы могли вовремя начать группу в этом году Подготавливаясь к крещению И на этом у нас все У нас не поступило Будем молиться о том, что мы слышали сегодня И заключая это собрание, мы сейчас все вместе встанем и помолимся Боже наш, мы сердечно благодарны Тебе За этот вечер, который мы могли провести в Доме Твоем Мы так благодарны Тебе за слово, которое звучало Из взрослых и детей проповедующих и хористов наших Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты обильно благословил И сегодня нас с хлебом духовным Мы снова и снова слышали, как нам нужно жить в нашей практической повседневной жизни Так что быть добрыми свидетелями Твоими, Господь Прежде всего, жизнью нашей, Боже И на примере вот того, как Ты когда-то учил своих учеников Да и всех нас сегодня Идти второе поприще, Господи, помоги нам, размышляя об этом тоже И думать, как нам жить и практически поступать Так что всегда и во всем исполнять волю Твою святую Благослови, чтобы мы были свидетелями Еще раз прошу Тебя и словом, и делом Вот брат также говорил нам о том, как важно нам не стыдиться благовествования Христова Помоги нам в этом, благослови нас Где мы можем, где не можем, где словом, где делом, где жизнью своей Но прежде всего быть Твоими, целиствовать о Тебе, где возможно Для того, чтобы хотя бы еще некоторые приходили к Тебе И находили у Тебя вот прощение грехов Притали прощение и дар жизни вечной Благослови, помоги нам для этого быть таковыми Благослови также и труд служения брата нашего гостя там в Израиле Благослови народ Твой израильский Благослови, чтобы слово Твое сеялось и дальше в сердца и души людей Те, кто еще не познал Тебя, Иисуса Христа, как личного Спасителя Храни всех тружеников там, всех, кто работает в этом служении Вот от всяких несчастья, от всяких злых, недобрых людей Благослови, чтобы их служение было успешным, благословенным Чтобы и там Царствие Твое распространялось, и имя Твое проповедовалось И еще были те, кто бы отдавал свои сердца, свои жизни Для дальнейшего жизни служения Тебе, Богу нашему Благослови всю нашу поместную церковь И всех нас, наши семьи, наши дома, наши нужды Ты все знаешь, когда мы и в тихих молитвах Тебе взываем Ты слышишь нас и верим, что Ты во всем ответишь В свое время к нашему благу Благослови на предстоящую трудовую неделю Храни нас, Боже, и в наших путях, когда мы бываем часто И в эту погоду, когда дождливую, Боже, особо храни нас Чтобы все мы в благополучии, в безопасности могли бы находиться И жить, служить, благодарить и во всем исполнять волю Твою Святую Сейчас с миром Твоим Божественным распусти нас в дома наши Благодать Господа нашего Иисуса Христа И любовь Бога Отца и общения Святого Духа Да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим.